встроенная фотогалерея в теме music play сейчас вы видите у себя на экранах который можно разбить по категориям по датам и в каждой категории может отображаться например фото сессии какой-то вечеринки дискотеки и так далее то есть прямо встроена в шаблон очень классная галерея как ее разместить в music play на wordpress подробнее в этом видео меня зовут федор васильев у вас изначально должны быть какие-то подготовленные изображения с которым вы будете работать и как это разместить на сайт в админке wordpress здесь вы найдете галереи вот такую вкладку сразу переходим галереи категории хотя бы одну категорию нужно создать если это отчеты месячные то категории можно назвать прям месяцами года например апрель добавляем категорию соответственно в эту категорию будет входить например фотоотчет от по дискотеке или по каким-то событиям которые были в апреле именно фото галерея за этот месяц можете даже пометить год например апрель 2020 и добавлю например еще май так будет удобно по категориям разбивать фотографии потом на сайте будет удобно людям смотреть за какой месяц они хотят просмотреть те или иные фотографии дальше мы кликаем вот сюда добавляем первую галерею изображение то есть добавляем ее в апрель первый заголовок можете назвать как-то может быть это фотосессия за месяц как-то называется можете даже дату поставить например фотосессия за апрель и дата да или как то еще я написал заголовок апрель фото дальше категорию который мы только что создали относится к апрелю обложка категории изображений нужно задать то есть одна обложка общая для целой какой-то галереи сейчас вы поймете о чем речь если еще не поняли давайте с компьютера загружу вот у меня есть несколько изображений в этом случае картинки могут быть разного размера в принципе но вы должны понимать еще раз об этом скажу что изображение предварительно перед тем как вы будете загружать на сайт обязательно нужно оптимизировать чтобы они мало весили то есть небольшого разрешения если этот профессиональный цифровой фотоаппарат ни в коем случае прямо оттуда исходник мы не загружаем на сайт иначе сайт будет очень тяжелый фотографии будут долго открываться а у кого слабый интернет вовсе не дождутся открытия изображений то есть все фотографии надо будет прогонять через какой-нибудь редактор photoshop уменьшать именно размер там не больше 1000 пикселей делать по ширине по высоте и делать их маленького размера то есть уменьшать общий их объем в мегабайтах то есть чтоб картинка весила немного например вот это вот изображение здесь видно размер всего 700 76 килобайт то есть даже не мегабайт хотя размер у нее достаточно большой но это у меня тестовый сайт поэтому изображение предварительно я не оптимизировал я загрузил сразу изображение для галереи но сейчас я выбираю изображение именно для заголовка так сказать для папки для альбома поэтому вот например вот эта фотография будет являться обложкой устанавливаем ее и уже сами изображения вот в эту папку в апрель мы загружаем уже вот отсюда так как уже у меня загружена как выделить все кликаем по одной фотографии зажимаем на клавиатуре control клавишу и зажатым control мышкой я отмечаю все изображения которых я хочу поместить в эту папку апрель то есть вот так вот я это выделяю нажимаю выбрать вот так вот они здесь помещаются местами можно менять просто зажав левой кнопкой мыши вот так перетаскивать если вы хотите какое-то первое изображение здесь поместить если вдруг изображение вам не нужно есть у каждого изображения ссылка delete можно вот так вот удалить если добавить еще в папку апрель то есть например это за одну вечеринку фотографии на следующей неделе в субботу была следующая вечеринка в этот месяц апрель вы загружаете еще фотографий здесь не вопрос то есть вот так вот просто загружаете сюда в апрель еще фотографии то есть пополняете эту папку на сайте также есть ссылка edit это значит и редактировать Можно редактировать в отдельности каждую фотографию, придать название каждой фотографии. Это не обязательно уже делать, но если хотите, можно это сделать. Дальше. Вообще желательно, если вы очень бережно относитесь к SEO-оптимизации сайта, и фотографии действительно качественные, они уникальные, то есть не скачаны с интернета, а вы сами их фотографировали, тогда нужно каждой фотографии здесь прописывать Alt. Это такой некий тег, который влияет на SEO-оптимизацию изображений для вашего сайта. То есть ваши картинки лучше будут индексироваться в поисковых машинах, если здесь тег Alt будет прописан. Что прописывать в теге Alt зависит от картинки. Можно вставлять ключевые слова вашего сайта, плюс то, что изображено, прям текстом писать по-русски на этом изображении. То есть если вы через сайт продвигаетесь в свой какой-то клуб, тогда нужно писать здесь название клуба, там тире и там вечеринка за такую-то дату, что-то. Ну можно прям какой-то заголовок написать. Подпись не обязательно, это не обязательно. И даже можно здесь продавать. Это поле для ввода ссылки на магазин какой-то. Повесить стороннюю ссылку или какую-то внутреннюю ссылку, если у вас на вашем сайте есть система оплаты. То есть, например, это демка фотографии, а вы фотографии можете даже продавать. И Download Link. Скачать изображение, если хотите, чтобы была возможность, тогда нужно вот эту ссылку вставить вот сюда. Тогда будет возможность скачивать это изображение. После изменения не забывайте нажать обновить. Это у нас новая вкладка браузера, я ее закрываю. Соответственно, здесь можно добавить описание. Давайте на этом уровне я нажму опубликовать. И для закрепления информации давайте я создам еще одну галерею. Пускай это будет My Photo, как будто уже фотографии за май. Здесь категория май. Также я выбираю изображение. С компьютера выбираю какие-то свои изображения, которые я хочу отображать. Пускай вот эти, да, перетаскиваю сюда. У нас все загружается. Делаю какое-то изображение постером к альбому, да. И загружаю. Вы уже знаете, как это делается. Дополнительные фотографии. И опубликовать. Теперь пришло время показать, как это вывести на фронтальной части сайта. Дополнительный пункт меню фото. Переходим в страницы. Создаем новую страницу. Назову ее фото. Будем вставлять фото через шорткод. Находим здесь галереи. Галерея. Дальше. Категории лист. Сколько у вас будет колонок. Вот эти месяца, да, категории. Есть только две возможности. Возможности 4 и 3. Останет 4 колонки, как я, в принципе, и делал музыкальные альбомы. Вот наши категории. И апрель и май. Пускай выводятся. И новые фотографии выводятся. То есть последние добавлены первыми. То есть вот на этом уровне уже вставляю шорткод. Вот он здесь помещается. Если вы смотрели мои предыдущие уроки, вы уже знаете принцип в данном шаблоне, как это работает. Нажимаю опубликовать. Пойдем на сайт. Обновим страницу. У нас с вами фото не добавилось, потому что нам нужно пройти в меню. И отдельно в меню добавить галерею. Выделяю ее здесь. Добавить. Так как планируется здесь много вкладок в меню. Там еще будет видео, чтобы меню не было слишком у нас длинным. Я сделаю вот что. Произвольная ссылка. Я поставлю решетку. Здесь я напишу еще. Но вы можете делать так, как вам нравится. Добавляю пункт меню еще. Это будет просто переходящий пункт меню. Да, я добавил две главные страницы. Поторопился. Удаляю страницы. У меня же фото. Это называется. Добавляем фото. И фото я оттягиваю чуть-чуть, чтобы это был под пункт меню. Меню еще. И нажимаю сохранить меню. Теперь я иду на сайт. Обновляюсь. Вот у меня еще. При наведении у меня появляется наша фото галерея. Давайте посмотрим. Давайте отредактируем. У нас уже все хорошо получается. Уберем сайт бар. Возвратимся страницы. Я вернусь в фото. В самом низу отключу сайт бар. Обновлюсь. То есть вот так это выглядит. Сразу заголок видно. Май фото. Апрель фото. Можно еще год подписать. В общем, все очень красивенько получается. Заходим в эту категорию. Здесь уже идут все изображения за апрель. И можно их увеличить и смотреть в исходном размере. Есть стрелки переключения. Есть внизу миниатюры. Мы можем вот так же их переключать. И давайте посмотрим. Здесь, кстати, поиск. Поиск. Вы знаете, как это отключить на странице. Здесь, в принципе, поиск не нужен. Поиск музыкальных треков, я считаю. Поэтому это можно будет здесь отключить. Посмотрим вот эту галерею. Вот так вот тоже это выглядит. Все достаточно симпатично. Некоторые изображения у меня могут быть маленькие, потому что они изначально маленького размера. Поэтому, когда вы загружаете фотографии, обращайте внимание, чтобы они не были слишком большими и слишком маленькими. В принципе, у нас уже все получается. Но для тех, кто не знает, я подскажу. То есть, например, поиск по этому чекбоксу мы можем отключить, потому что для этой страницы вот этот верхний поиск, он нам тут никак не нужен. То есть, это скрывается именно вот здесь, на странице. Но у нас остались еще поиск по стилям, по лейблам. Поэтому здесь тоже это можно скрыть. Обновлюсь. Обновлюсь здесь. Все, поиска нет. Если нужно скрыть поиск внутри папки с изображениями, здесь-то поиск виден, тогда вы проходите в галерею. Например, я зашел в галерею «Май», и здесь в самом низу тоже отключаем все, что вам нужно. Потом «Сохранить». Дальше в апрель. И здесь я делаю то же самое. Скрываю поиск. Здесь нам это не нужно. Теперь ниже, по настройке самого альбома фото, есть вот такая вот опция «Дополнительный текст». Можете здесь что-то написать, сохраниться. Это будет отображаться над всеми изображениями, и это будет отображаться вот здесь, под заголовком «Апрель». Если что-то хотите дополнительно написать, можете написать. Ниже опции я не рассматриваю, так как они идентичны предыдущим страницам настроек. Здесь на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok